Мне много предметов давалось сложнее всего. Физика, математика. Поэтому, видимо, я пошла в гуманитарную профессию, где нужно говорить, а не считать, потому что мы только что с вами на калькуляторе считали ваш общепедагогический стаж. Как вести себя преподавателю, если ученик признается ему в любви? Ну, вот опять-таки за 17 лет таких случаев не было. Слава богу! Есть такое правило, что если ты удаляешь ученика с урока, то ты несешь ответственность за него, куда он пойдет. Поэтому, если были такие моменты, ну, они, конечно, были. Я сама уходила из класса на несколько минут. Я тоже. День учителя. Это тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Это главные новости в студии Адель Каламец. Здравствуйте. Раэль Рафаэлевич Шамсудинов, преподаватель информатики, кандидат педагогических наук у нас сегодня в гостях. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. И Татьяна Николаевна Гращенкова, учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель Республики Татарстан. Добрый день. Добрый день. Мы тут предварительно посчитали общий педагогический стаж больше 60 лет. Поэтому, я думаю, нам будет о чем поговорить. Каждый год в начале октября мы отмечаем День Учителя. Это праздник, посвященный всем учителям. У каждого был свой первый учитель. Безусловно, они играют очень важную роль в нашей жизни. О том, что думают учителя о своей миссии, поговорим сегодня. Кстати, в нашей группе в социальности ВКонтакте, Телеканал Интерстан 24, мы традиционно для вас организовали голосование. Сегодня мы спрашиваем, что важнее всего в учителе, на ваш взгляд. Там несколько вариантов ответов. Голосуйте, нам интересно знать ваше мнение. Татьяна Николаевна, наверное, в силу того, что ваш педагогический стаж чуть больше, даже не чуть, чем Райли Рафаэльича. Сколько? Больше 45? Да. 45 лет, да? Вот давайте вернемся туда-назад на 45 лет или даже больше. И хочется узнать, что побудило вас пойти в эту профессию, стать учителем. Я всегда говорю, что вот эта профессия не для каждого. Не каждый способен, в принципе, работать, наверное, с детьми, да? А тем более с большим количеством детей, ввести их в этот мир знаний. Довольно тяжелая история. Ну, наверное, у меня больших заблуждений не было, потому что я выросла в педагогической семье. У меня мама учитель математики, тетя учитель начальных классов. И так получилось, что когда я училась в седьмом классе, я побывала во Всероссийском ЦК Волоколице в пионерском лагере Орленок. И вот работа педагога, работа вожатых. И потом мне повезло на моих учителей. У меня была прекрасная классная руководительница, Кларс Могиловна Юсупова. По окончании школы я сразу выбрала эту профессию. Райли Рафаэльич? Ну, у меня тоже с детства в школе я видел, как наши учителя нам рассказывают много новых историй, дают нам знания. Мне было это интересно. Потом я это сам, например, рассказывал своим друзьям в школе. И вот это побудило поступить в педагогический университет. А там уже отучился. И, соответственно, когда уже пришел в 2006 году первый раз преподавать, мне это настолько понравилось по-настоящему, что я почувствовал не просто то, что я даю знания, я почувствовал обмен энергии. То есть я сам даю знания, и от детей, от учеников своих я получаю обратную связь. И вот это дальше пошло-пошло. И вот 17 лет я преподаю. И вот этот обмен энергии правильный сейчас идет. Я даю знания, они делятся. Сейчас же дети тоже очень такие развитые, умные. Есть интернет, соответственно, много вещей я учусь у них. И вот это то, что даю, обратно в себя получаю. И вот поэтому мне это очень нравится. Я от этого кайфую. И поэтому я и преподаю. Вы 17 лет, вы 45 лет. Не было ни разу желания уйти из профессии, сменить сферу деятельности, какие-то трудные моменты, я не знаю, взаимоотношения с детьми. Они действительно все очень разные сейчас, разные поколения. Вы тем более вырастили много разных поколений. Дети нынешние, выпускники, и дети, которые выпускались в 90-х, это вообще, мне кажется, небо и земля. Ни разу не было такого. Что вот трудно в вашей профессии? Какие моменты? Ну, вы знаете, у меня был такой период, когда меня из школы забирали в комсомол. Потом я еще работала секретарем райкома партии. И по семейным обстоятельствам я снова ушла в школу. Ребенок пошел, сын пошел в первый класс. И вот все познается в сравнении. Я помню, как моя учительница сказала однажды, чтобы добиться каких-то результатов и успехов, надо очень долго работать на одном месте. И вот это, наверное, так и получилось. И поэтому я, наверное, нисколько не пожалела, что выбрала эту профессию. Именно профессию учителя русского языка и литературы, потому что мы закладываем, наверное, и эмоции ребенка, и чувствам помогаем развиваться. Ну и, как сказал знаменитый поэт, учитель — это профессия дальнего действия, самая трудная на земле. Но единственное, что если хлебороб видит результаты своего труда уже через несколько месяцев, то нам приходится ждать годы, иногда десятилетия. Но вот сейчас уже жизнь показывает, что ученики очень благодарны. Мы не просто общаемся, мы дружим. Вот сегодня я с утра столько поздравлений получила, и вообще вот у нас правила. Они приходят ко мне на дни рождения, приходят по любому поводу. Я у них гуляю на свадьбе, они приходят со своими детьми. Теперь у многих уже и внуки есть. Так что вот... Да, я тоже хочу добавить, если разрешите. Она благодарная все равно. Вот самое тяжелое учителя — это быть наставником. Потому что учителем, например, ты пришел, задание дал, обратно в связь получил — это одно. А именно для ученика, для студента быть наставником, чтобы они в тебя поверили, чтобы они за тобой шли, чтобы они слушали тебя, именно нужно быть наставником. Вот это самое тяжелое. А как помочь, например, отстающим ученикам, если уж мы с вами начали говорить о взаимоотношениях с ребятами? Если отстающим, то только индивидуальная работа. То есть по опыту я могу сказать, что, например, ребенок, если отстает, то с этим ребенком нужно работать индивидуально. То есть здесь же надо в причинах еще, во-первых, разобраться, почему это так происходит. Соответственно, если в причинах разбираться, то индивидуальные задания, общение с этим ребенком, и, соответственно, какие-то определенные задания подходят каким-то определенным детям, какие-то нет. Соответственно, индивидуальные задания, и ребенок уже потом в общий класс подстраивается, и уже нормально выгоняли учеников из по статьям николаевна признать был такое и за что практически нет и я знаю одно что у нас есть такое правило что если ты удаляешь ученика с урока то ты несешь ответственность за него куда он пойдет на поэтому если были такие моменты но они конечно были я сама уходила из класса на несколько минут я тоже поэтому психологически бывает 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 конечно потому что потому что очень часто родители говорят о том что вот учителя в школе не досмотрели там что-то как-то вот не так среагировали тут же вот две стороны медали да но мне посчастливилось я начала работать в доброе время когда все-таки уважение к учителю было несколько другое и отношение родителей было другое учитель имел определенный вес авторитет это сейчас немножко изменилось отношение и многие родители нас учат как мы должны учить какие мы оценки должны следить им к сожалению почему так случилось на ваш взгляд давайте порассуждаем тут интересно это же действительно на педагог как бы вот даже с ребенком обсуждая да там отношения с учителем в школе по сути наверное правильно если родители будет говорить что педагог твой наставник он не говорит плохие вещи нужно его слушать он не зря получал образование не зря выпустил там какое-то количество учеников то есть ну педагог это призвание нужно чтобы дети тоже росли с пониманием что нужно чтить эту профессию чтобы они потом хотели же в нее идти еще да вот как бы если мы не понимаем зачем нужен учитель и не уважаемому потом после 11 класса вряд ли пойдем в педагогический институт получать профессии и возвращаться в школу почему вот вес немножечко но это произошло наверное я думаю из-за того что вот интернет пространство настолько сейчас сильно развивается потому что ребенок сидит в интернете все видят даже вот иногда бывают такие разговоры что такой же урок который ты даешь вот по рабочей программе он в интернете уже есть и возможно бывают дети такие моменты тоже бывали они говорят это же в интернете есть мы это ну типа знаем соответственно вот интернет вот видеоролики так называемые в интернете они уже начинают заменять учителей то есть они могут в теории понятно практика она остается в практике учитель сильный уж практику может дать а вот именно в теории например в интернете сейчас все есть дети даже то же самое там урок информатики урок физики то же самое например какой-то опыт они в интернете спокойно могут посмотреть и уже какое-то знание из интернета получить здесь уже например учитель как таковой например просто рассказывать теорию Не нужен. Поэтому я хочу сказать, что каждый урок у учителя должен быть интересным и не похожим на какой-то видео урок. Но я думаю, что здесь еще немножечко изменилось отношение родителей, потому что у них совершенно другие приоритеты появились, ценности другие. И я вот смотрю, если раньше ребенка родитель вел в школу, он с ним разговаривал, подолгу общался, то теперь у нас в наш технический век ребенка подвезли на машине, выгрузили около школы, он тут же пошел. То есть он не успел и энергию истратить, и эмоции свои. Ему же где-то нужно выплескивать, и поэтому вот это идет какой-то немножечко такой вот негатив, к сожалению. Сейчас немножко провокационный вопрос, я считаю, задам. Как вести себя преподавателю, если ученик признается ему в любви? Ну вот опять-таки за 17 лет таких случаев не было. Слава Богу. Да, но здесь я хочу сказать к тому, что, ну понятно, энергетический колледж, там большинство мужской пол учится у нас, но здесь я хочу сказать, что это все-таки, опять-таки, индивидуально к этому надо подходить. И, например, это нужно понимать, это что не такая любовь, как вы говорите, признается в любви, это, возможно, просто учитель нравится, как рассказывает, например, это может быть, возможно, влюбленность. Но мы здесь должны понимать, что это все-таки школа, СУЗ, ВУЗ, это здесь есть, понятно, там личностные отношения, и есть, конечно же, например, там утрирую, но есть законодательство, есть уголовный кодекс. К этому, мне кажется, учителя и ученики должны вот так относиться. Потому что я неспроста спросила, на самом деле, сейчас действительно вот из-за того, что интернет очень открыт, да, там очень много разных фильмов, сериалов и так далее, и очень часто такие сцены показывают. И я всегда думаю, ну вот посмотрела «Десятиклассница» или «Десятиклассник», например, это, ну вот что у него в голове останется, что такое может быть? То есть во время, когда вы начинали преподавать, мне кажется, об этом даже мысли не могло быть, или я ошибаюсь? Ну, симпатии были. И потом, вы знаете, дети признавались в этом уже по окончании школы, вот в мою-то бытность. И говорили, как они трепетно относились, они помнят все движение рук, что вот дотронуться до пальцев, это было за великое счастье. А когда наклоняешься, там показываешь или исправляешь буквы, он говорит, я помню аромат, как вышел от вас, вот прям так хотелось прикоснуться. То есть это вот настолько трепетное, трепетное отношение. Поэтому мне-то проще было. Давайте вернемся в ваши школьные годы. Вы сейчас педагоги, но тоже были когда-то школьниками, которые садились за парт. Какой предмет давался сложнее всего? Мне много предметов давалось сложнее всего. Физика, математика. Поэтому, видимо, я пошла в гуманитарную профессию, где нужно говорить, а не считать, потому что мы только что с вами на калькуляторе считали ваш общепедагогический стаж. Но я честно в этом признаюсь, всех учителей люблю, с любовью вспоминаю. Спасибо большое, у меня было за плечами две школы. У меня русский язык, потому что я в татарской деревне родился, и, соответственно, в татарской такой национальной семье воспитывался, и, соответственно, вот русский язык прям очень тяжело. Да. Ну, а для меня было черчение. Особенно, когда надо было чертить в трех проекциях. Я даже помню, уже потом ученик у меня был такой, и у него вот, ну, никак не получается. Я подошла к учительнице, говорю, ну, Илья Каримовна, ну, что сделать нам, чтобы двойка не вышла за четверть? Она говорит, ну, попроси его хоть спичечный коробок начертить в трех проекциях, чтобы я ему не поставила. То есть вот для меня это тоже было сложновато. Мне очень знакома ваша ситуация, потому что когда на физике учитель пытался мне что-то, что-то вложить в мою голову, потом она по взгляду понимала, что у нее не получалось, она говорила, Валентина Романовна, добрый день. Она говорила, ничего страшного, будешь мороженым торговать. На самом деле это было с любовью, вот, и я с любовью это все вспоминаю. Сейчас ЕГЭ, довольно сложная история, да, и для ребят, и для их родителей, и для учеников, потому что это показатель вот как раз вот этих вот долгих лет обучения, что ты вложил в ученика, как он его сдаст, все переживают. Сильно переживаете за экзаменационные отметки? Вы уже сейчас надо... Конечно, конечно. Но вы знаете, я с одной стороны всегда говорю, для того, чтобы ребенок чувствовал себя очень уверенным на экзаменах, он к этому должен быть готов. А чтобы он к этому был готов, практически мы не тратим... Ой, мы тратим очень много своего личного времени для подготовки. Все задания, вот по русскому языку, например, мы же все задания отрабатываем. Единственное, что какой текст попадется ребенку, потому что тексты бывают неоднозначные, и я, будучи экспертом ЕГЭ, мы много раз обращались в ФИПИ, чтобы тексты для анализа ребенку были по уровню одинаковые. А так, мне кажется, если ребенок настроен, если настроен родитель, а учитель, безусловно, настроен, то бывает очень хороший результат. Поэтому вот за время работы не было ни одного прокола. У меня даже была девочка-стобальница, и, в общем-то, результаты были очень хорошие. Да, оценки на экзамене... Совесть чиста. Да, оценки на экзамене, я считаю, это все-таки результат труда учителя. И, соответственно, каждый учитель, мое мнение, это переживает, думает, потому что, ну, понятно, учитель знания дает, дети это получают, но все-таки сейчас же мы живем в таком мире, что результат ЕГЭ, куда поступил, это играет большую роль. Поэтому я считаю, да, каждый учитель на им переживает, думает об этом. Есть что хотелось бы изменить в методиках преподавания? Вот вы как учителя, которые уже много лет работаете, чего не хватает, может быть, или со временем есть какие-то вещи, которые хотелось бы преобразовать, улучшить? Ну, я думаю, все-таки, вот, опять-таки, школа дает знания, но вот именно трудовое знание давать надо детям, то есть к труду приобщать побольше. Вот когда мы росли, там, в 80-е годы, то есть труд был тоже на первом месте, а сейчас дети все-таки учеба дома, там, интернет еще, да, какие-то секции, да, например. Я считаю, что все-таки труд, например, есть очень много мемориалов, да, то есть можно же детей туда возить, то есть, во-первых, это история, это чтить, например, наших бабушек и дедушек там, и, соответственно, к труду приобщать. Вот такие практики нужны в школе, методики именно образования, образование к труду. Например, урок истории в музее. Да. С превеликим удовольствием. Конечно, конечно. Я даже, знаете, помню, вот я уже когда училась, у нас мастера Маргариту, показали на уроке литературы, он, конечно, длинный же там сериал, но, тем не менее, это уже было тогда, вау, потому что вот, ну, понятно, что когда-то наедине с книжкой, это одна история, но когда включаются в процесс обучения какие-то вот такие новшества, да, тем более сейчас время информационно развитое, как бы, да, это было супер. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, я присоединяюсь вот к мнению, которое было высказано, и хочу добавить, что сейчас мы у детей должны еще в процессе обучения развивать эмоции, обязательно чувства, потому что дети очень много времени проводят в телефонах, и, знаете, вот происходит какой-то процесс такой немножко негативный, дети не всегда могут прочувствовать, что нужно, как поступить, и вот те классные часы, вот сейчас не случайно вели разговоры о важном, потому что ребенок должен соприкасаться с живой историей, с живыми людьми, и вот правильно сказали, я помню, проводили урок по устному народному творчеству, я пригласила на урок наш народный коллектив, хор «Вересень», и, вы знаете, пришла вся школа, то есть это вот было такое действо соприкосновения, сейчас не случайно по телевизору, обряды, возвращения вот к этому, то есть мы должны знать и культуру свою, и этнос, конечно, традиции, поэтому на этом воспитываться. Что важнее всего в учителе, сегодня такой вопрос в нашей группе в социальности телеканала «Торстан-24» ВКонтакте мы задавали, 55% проголосовали любовь и доброжелательность к детям, 12% говорят, чуть больше 12%, главное, чтобы знал свой предмет, и столько же говорят знания психологии детей, и по 9, чуть более 9% порядочность и деликатность, и творческий подход. Вот все-таки любовь и доброжелательность к детям, вот чего хотят видеть. Я вам очень благодарна за сегодняшнюю откровенную беседу, к сожалению, время нашего эфира вышло. Рейлер Фаэльевич Шамсудинов, преподаватель информатики, кандидат педагогических наук, и Татьяна Николаевна Гращенкова, учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель Республики Татарстан. С праздником вас и всех педагогов, больше 32 тысяч у нас в Татарстане. Всего доброго, это были главные новости, Адель Кламид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова